Тысяча гривен за вакцинацию, лицемерие Пушилина и Пескова, воскресший фейк о Великих Украх и расследование Беллингкет о срыве спецоперации по вагнеровцам. Рассказываем о самом важном, произошедшем за эту неделю. Устраивайтесь поудобнее, пробежимся с вами по главным событиям. Быстро и внятно. Начнем. Журналисты-расследователи из Беллингкет опубликовали результаты расследования о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК Вагнера. Из текста получается, что спецоперацию целиком и полностью готовили в Украине. Занимались этим Главное управление разведки Минобороны Украины при поддержке СБУ. Целью операции было обманным путем завербовать наемников для работы вымышленной военной компании в Венесуэле. Рекрутированные разведчиками 33 вагнеровца должны были оказаться в Украине в результате принудительной посадки из-за угрозы взрыва на борту самолета, следовавшего из Минска в Стамбул для дальнейшего перелета в Венесуэлу. Военные эксперты высоко оценивают задумку и сложность операции. В расследовании говорится, что президент Зеленский узнал о подготовке спецоперации уже 15 июня 2020 года и одобрил ее. СБУ подтвердило, что вагнеровцы имели огромное значение, среди них были и бойцы, принимавшие участие в решающих боях под Иловайском и Дебальцево, а также боевики, сбившие в июне 2014 года украинский военно-транспортный самолет под Луганском. Один из наемников даже рассказал о том, что в начале июля 2014 года он сопровождал через российско-украинскую границу БУК. Так почему же спецоперация все же сорвалась? За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за ее проведение Василий Бурба из ГУР и Руслан Баранецкий из СБУ, прибыли в офис президента, чтобы сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Беллингкет, Зеленский в тот момент был занят и они не смогли встретиться с ним лично. По словам Бурбы, глава офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Дело в том, что днем ранее украинская сторона достигла договоренности с Россией относительно нового перемирия на Донбассе. Но банковые посчитали, что если спецоперация состоится, то перемирие закончится и не начавшись. Вылет в Стамбул был отложен на пять дней и, естественно, 33 боевика в горячий предвыборный период в Беларуси не остались незамеченными. Их задержала в санатории под Минском местная КГБ. По заявлениям можно было понять, что о спецоперации даже не догадывались. Ну а потом, когда стали разбираться, все поняли. Беллингкет прямо не говорит о каком-то предательстве. Это тема, которая раздувалась и до сих пор раздувается некоторыми СМИ и оппозиционными политиками в Украине. Там скорее намек либо на некомпетентность, либо на нежелание повышать ставки перед стартом долгожданного мира на Донбассе. Позже от эксглавы военной разведки Бурбы стало известно, что отложить спецоперацию указал президент. Мы до него поднялись на четвертый поверх. Нам было поведомлено помещниками, что с вами будет разговаривать глава офиса. Мы провели разговаривание, у нас было трое. Я, первый заступник Руслан Баранецкий и глава офиса. Что произошло? Возвращалась сообщение о изменении обстановки. Была сообщение о следующем этапе. То есть, плановая сообщение, которую мы сделали по нашей общей операции на протяжении некоторого времени. О причине переноса операции бывший глава разведки в телеэфире говорить отказался. Пишите в комментариях, почему, на ваш взгляд, все случилось именно так. Глава так называемой ДНР Денис Пушилин обвинил украинские власти не выплатив пенсии жителям Ордло. Украина делает все возможное, чтобы пенсии старикам не выплачивались. Хотя эти пенсии это не право Украины, а обязательство Украины. Потому что пенсионеры, когда еще работали, выплачивали это государству. Но Украина всячески делает практически невозможным получение заслуженных средств. Это прямо какой-то мастер-класс по лицемерию и перекручиванию информации. Ведь Пушилин почему-то не упомянул о том, что именно он распорядился закрыть КПВ на линии соприкосновения, оправдывая эту меру ситуации с коронавирусом. Неработающие пункты пропуска стали препятствием, в частности для пенсионеров с неподконтрольной части Донбасса. Чтобы получить пенсии, им необходимо забрать деньги на подконтрольной Украине территории. Сейчас подконтрольный ДНР пункт пропуска работает только по понедельникам и пятницам. Согласно правилам, проехать могут далеко не все желающие. Многие люди вынуждены ехать в большую Украину в объезд через Россию, что дольше по времени и дороже по деньгам. Пушилин все это знает, но решил сманипулировать. Подобное лицемерие продемонстрировал также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил о том, что Россия не готова содействовать Украине при даче вакцины для жителей Ордво. Мол, разговаривайте напрямую с сепаратистскими группировками. Но в Кремле хорошо знают украинскую переговорную позицию. То есть опять поставили политический вопрос прямых контактов с ЛДНР выше, чем в жизни и здоровье людей. В то же время нужно быть до конца честными и сказать, что вопрос пресс-секретарю Путина прозвучал от журналиста. Предложение от Украины передать вакцину в Ордво через Россию пока не поступало. Вместе с тем Песком также заявил, что в плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное. Только почему-то жители Донецка и Луганска свою дозу вакцины ждут неделями, а то и месяцами. Это я называю гуманитарной помощью ртом. Да и вообще российские власти любят за словами гуманитарной прятать свои политические интересы. Вспомните хотя бы указ Путина о паспортах, якобы там гуманитарная цель. Но на выборах в Госдуму мы с вами видели, что за этим крылось на самом деле. Я уже не говорю о том, что это действие по дезреинтеграции украинских территорий и жителей назад в свою страну. Еще один подобный указ под предлогом гуманитарной помощи на этой неделе подписал Путин. Так, товары, производимые в Ордло, теперь приравнены к российским и спокойно могут отправляться на полки магазинов и участвовать в госзакупках. А по факту это нарушение Минских соглашений очередной виток политической и экономической оккупации части Донбасса – Россию. Более подробно о причинах принятия указа и последствиях его подписания смотрите в нашем еженедельном выпуске «Донбасс сегодня», перейдя по подсказке вверху экрана. Также на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что вакцинированные двумя дозами украинцы с 19 декабря начнут получать 1000 гривен. Но сразу угорячу тех, у кого загорелись глаза на всевозможные покупки. Потратить ее на то, что хочется, не получится. Использовать ее можно будет лишь для покупки билетов на поезд или самолет внутри страны, на абонемент в спортзал или билет в кинотеатр, театр или музей. Что тоже весьма неплохо. Те, кто уже получил двойную дозу вакцины, запереживали, что останутся за бортом. А меркантильные антиваксеры начали задумываться над тем, что при большем ожидании ставки могут вырасти до пяти, а то и десяти тысяч гривен. В офисе президента заверили, что выплату получат все, независимо от даты прививки. Так, деньги будут выплачены на виртуальные платежные карточки через приложение DIA. На это в 2021 году хотят предусмотреть 3 миллиарда гривен. И столько же на следующий год с возможностью расширения финансирования. Рада уже предварительно поддержала решение. Теперь список того, чем запомнится Зеленский на своем посту, пополнится выражением Вовина 1000. В ДНР хотят переобучить педагогов, мол, не дотягивают до российских стандартов. Об этом заявил называющий себя замстителем правительства ДНР Владимир Антонов. Причину он назвал феноменальную. Ну вот вы сами послушайте. Такие факторы, которые встречаются в других государствах про великих укров, про то, что придумали колесо, море выкопали. Озвучено такой же нелепый фейк, как распятый мальчик или клаптик земли с двумя рабами. Напомним, что информация о древних украх появилась в российских СМИ в 2015 году. И в ее основе лежит эпизод юмористической программы телеканала ICTV «Украинцы офигенные». Однако в материалах российских СМИ говорится, что древние укры – это якобы обновленная программа украинского образования. Антонов заявил, что донецких учителей переобучают именно для того, чтобы они не преподавали детям историю великих укров. Наверное, хочет, чтобы преподавали историю великих ДНР. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу идеи так называемого замминистра Антонова. Также насчет Вовиной 1000 и лицемерия Пушилина, который держит закрытыми КПВ и жалуется, что Украина не выдает пенсии. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Так вы сделаете ролик более популярным, а нам приятно. Ежедневно о том, что происходит на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения, мы рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь! Также у нас есть инстаграм, твиттер и фейсбук. И, конечно же, сайт. С вами был шеф-редактор сайта новостей Донбасса Богдан Каркачев. До встречи, друзья!